салютик ребята с вами араиль арсланов и добро пожаловать в хижину музыкант по вашим многочисленным просьбам все-таки решился разобрать песню гегора крита мне нравится песня последняя из написанных ну но я хочу сказать наверное еще напишу чем наподобие этого вам она очень понравилась моим исполнение потому что я там еще добавил вторую гитару то есть она играл соло и это все конечно изначально было импровизации я сидел специально под эту песню уже придумал вот эти всякие фигурации хорошие красивые ну и сегодня решился вам их тоже показать чтобы вы играли и наслаждались этой песней ну что приступим на прежде чем приступим к уроку хочу поделиться с тобой друг очень полезной информацией если надоели тебе замутные скучные уроки с кучей музыкальных терминов в интернете а хочется просто взять и полопать на гитаре что-нибудь хитовое тогда тебе должен понравиться новый канал под названием колхоз гитар да именно так звучит данный канал в котором ты сможешь найти разборы песен на различные музыкальные группы а также классные каверы канал новый и соответственно не раскрученный но парень реально старается поэтому у тебя есть шанс подписаться на этот канал и стать свидетелем рождения нового классного канала ссылочку на этот канал оставлю в описании под видео а также вот здесь на экране ты его можешь увидеть подпишись дружище мысли нескромные и их не скроем мы кто не рискует и знаешь с нами не пьет девочка будь со мной я тебя так хочу ты ближе и ближе и одно что мне повезет и каждый день с тобой будто в первый раз ты просто поцелуй вместо тысячи фраз такого сложного поймала запросто поймала и не отпускай пожалуйста мне нравится мне нравится когда красавица мне улыбается мне нравится нравится «не нравится», так нравится — когда твоя любовь с моей играется Начнем с того, что посмотрим аккорды песни На самом деле их всего лишь 4 на всю песню Основная тональность песни до минор, CM То есть в этой тональность поет сам Георг Ри Что и следовало ожидать и в песне невесты, и будильник И как его там, самое-самое встречается этот аккорд очень часто Эта тональность, он в ней просто плавает, как рыба в воде Аккорд до минор Следующий аккорд будет Е-Б То есть Ми-Бемоль-Мажор Это будет средняя посадка, берется данный аккорд на 6 ладу Или на картиночке можете посмотреть Следующий аккорд будет браться при помощи верхней посадки Это аккорд Ля-Бемоль-Мажор А-Б, то есть пишется Формой Е-аккорд Все эти барэшные аккорды, они основаны на каком-либо простом аккорде Я этому вас уже учил, если нет, то вы можете посмотреть бесплатный урок по этому поводу Ссылочку также оставлю в описании под видео Дальше через лад берем аккорд Б-Б, Си-Бемоль-Мажор То есть тоже в форме Е, как видите, да А вот этот средний аккорд Е-Б был в форме А Смотрите, убираем указательный палец Указательный палец это по сути просто вот этот порожек, который мы переносим автоматически А С-М это то же самое, что и А-М Очень легко разбираться Поняли, да? Аккорд С-М Аккорд Е-Б Аккорд А-Б Аккорд Б-Б Но вы скажете, в кавере это все звучит по-другому Именно, ребята, потому что я, чтобы мне удобнее было петь, я играл в тональности до-де-с-минут То есть С-Решет-К-М Сдвинул на полтона все аккорды И пел Ну, вы можете даже на два сдвинуть Ре там уже брать То есть бесконечно можно сдвигать В поиске своей тональности, в котором вам удобнее всего петь Ну, посмотрим вступление данной песни Кстати, соляк тоже буду показывать в основной тональности То есть, чтобы вы уже могли под плюс, под оригинал Крида играть данное соло Я вот это имею в виду Посмотрим Начало такое Что я сделал? Простые проводки вниз И считаем четыре удара ногой Счет, то есть Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Все Дальше Начинаем бой играть Вот такой Когда первая гитара играет проводки вниз Вторая гитара должна играть вот эту тему Главную, да? Но в оригинале эта тема играется не на гитаре Она свистится Свистком нужно ее взять Но у кого как получится Кто сможет вот этот Просвистеть Пожалуйста, свистите А кто не может, играйте на гитаре То есть там Пожалуйста Ну, быстренько посмотрим данную тему Чтобы перейти уже к бою Зажимаем третью струну на пятом ладу Делаем слайд на него Да? Вот смотрите Потом зажимаем вторую струну на четвертом ладу Потом делаем слайд на первой струне на восьмой лад Откуда-нибудь Ну, можете вот с шестого лада Итого смотрите Потом обратно шестой лад Первую струну зажимаем Потом вторую струну на восьмом ладу Два раза дергаем И того То есть третья струна на пятом ладу Потом вторая струна на четвертом Первая струна на восьмом ладу На шестом Вторая струна на восьмом Два раза и того Вот здесь обязательно слайд Вначале не обязательно Потом играем вторую струну на восьмом ладу Потом первую струну на шестом ладу Потом опять вторую на восьмом И вторую на шестом Два раза Итого И прикиньте, это нужно повторить еще три раза И за четвертым разом, смотрите Вот такой вот рисунок Кстати, чтобы все это не было так плоско Вибрато добавляйте Пальцем струны вниз вверх Шатайте Или влево, вправо, то это можно За четвертым разом что играем? То же самое Третью струну на пятом ладу, вторую на четвертую Потом слайд на восьмой лад первой струны Потом на шестом ладу И вторая струна на восьмом ладу два раза Потом вот меняется рисунок Вторую струну сжимаем на четвертом ладу Слайд на шестой лад Потом первая струна на шестом ладу Потом вторая струна на восьмом ладу И снова на шестом ладу То есть, вот так можно сыграть. Соединим. Один и тем же пальцем можно эти две струны зажать. И того, целиком. Когда играем соло, основная гитара просто держит гармонию. За первым кругом, да? Вот потом, когда второй раз начинаем эту тему играть, мы уже начинаем играть бой на первой гитаре. И так доигрываем до конца вступления. Сейчас посмотрим, наконец-то, этот бой. Аккорд СМ. Делаем удар вниз. Да? То есть, вниз, вверх. Расслабляем пальцы. И удар по блокированным струнам вниз. То есть, по незвучащим. И того. То есть, вниз, вверх. Расслабляем. И удар по незвучащим. И так, мы уже делаем два раза. И в конце, вниз, вверх, вниз, вверх на звучащих струнах. То есть, на зажатых струнах. И того. Следующий аккорд берем. Ми, бемоль, мажор. Вниз. Аккорд ля, бемоль, мажор. Так, вот такие движения нужно сделать. Соединим и шару сначала. Если в конце тяжело вне сверх-вне сверх играть, не доигрывайте вне сверх-вне сверх. Вне сверх-вне сверх делайте, пока перелетайте на следующий аккорд. То есть. То есть, можно пополам сделать. Вниз, сверх-вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть, вниз-вверх на звучащих, а вторые вниз-вверх, пока летите. То есть. И того получается. Дальше пошел первый куплет. Бой, шестерка, дворой. Удары делаем аккорд СМ. Вниз, вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. И того. Аккорд Е-Б. Аккорд ля, бемоль, мажор. Аккорд Си-бемоль, мажор. Буква Б обозначает бемоль. Запомните, ребята. И того. И уже под это спокойно поете. Сколько вас учил, последний удар вверх из этого боя можете на открытых струнах делать. То есть. Ну что-то незаметно с вам было, да? Дальше начинается предприпевная часть, по-английски Pre-Shows, которая подводит нас к припеву. Здесь будет чуть-чуть меняется. Бой такой. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. То есть второй удар чуть дольше длится. Первого. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Хлопок можете, как обычно, делать, ногтями проезжаться и блокировать, а можете кулачком только. И все. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, хлопок. Это зачатки клубного боя нашего. Все запомнили? И так на каждом аккорде. И каждый день с тобой, будто в первый раз. И просто поцелуй, вместо песни, чем раз. Такого сложного поймала запасна. Поймала и не отпускай, пожалуйста. Включим, ждем, да? Последний удар. И ждем, да? Дальше пошел припев. Мне нравится, мне нравится, когда красавица не улыбается. Тут уже глобный бой по всю играет. То есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. Это тот же самый бой, я говорил же, пред зачатки. Вот это тоже самое. Только чуть-чуть увеличиваем количество ударов. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, то есть вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вот, целиком так выглядит. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Вот он, клубный бой. Просто его я разнообразил всякими мелкими ударами во время длинных ударов. Незаметные их по сути, но они добавляют свой кайф. Итого пробуйте уже петь. «Мне нравится, так нравится, когда красавица мне улыбается. Мне нравится, так нравится, когда твоя рука в своей играется». Видите, можно просто «Мне нравится, так нравится, когда красавица мне улыбается». «Мне нравится, так нравится, когда твоя рука в своей играется». Все от вашей фантазии. Уже можете вставлять, а можете не вставлять. Дальше начинается второй куплет. Во второй куплет ничего нового я не привнес. То есть такой же бой. Бой шестерка. Если тяжело играть бой, просто, как обычно, отрезайте последний удар вверх. Или вообще не играйте, да. Или сокращайте. Ну, придумайте что-нибудь. Дальше начинается припев. Вот здесь уже чуть-чуть разнообразия есть. Но я начал играть его при помощи приема «Палмю». Рокерский прием. То есть бью по басовым струнам аккорда «ЦМ» с пятой струны, аккорда «ЕБ» тоже с пятой струны, аккорда «Ля бемоль» с шестой струны, и аккорда «ББ» с шестой струны. И пою. За вторым кругом я уже добавляю такие удары. То есть сделаю удар по всем струнам, по сути, да, вот, ногтем. И ребром в это же время ударяем, и плюс еще вот эти пальцы, а барабан наш ударяется. Получает щелчок такой. Вот, да, такой щелчок должен произойти. С аккордом. А потом, после этого, бьем по басовой струне, открытой, то есть... Можно по нескольким басам бить. На аккорде «Б». Только выше пятой не бейте на этих двух, а вот на этих двух, по шестой, спокойно бьете вниз, бас, вниз, бас, вниз, бас, вниз, бас. Четыре раза, то есть... Раз, два, три, четыре. И поете по сути. Спою для вас сейчас этот момент. Мне нравится, мне нравится, когда красавица мне улыбается. Мне нравится, так нравится, когда твоя любовь с моей играется. То есть париться не надо, там попадать. На шестую струну, на пятую басу. То есть по всем спокойно, расслаблено, фигачите. Сейчас должно быть кайфово. Все. Дальше опять пошел тот же припев, уже как обычно. То есть при помощи клубного, по-моему, его на... Ну, все так же. Сейчас не будем на этом зацикливаться, а лучше давайте, я думаю, посмотрим соло, которое нужно играть со второго куплета. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин